здравствуйте дорогие друзья вы находитесь на канале яркие картины с вами художник наталья ширяева тема его сегодняшнего видео будет как увеличить цены на этси сейчас уже у многих назрела эта ситуация когда люди вышли на продажи но у них товар достаточно дешевый продается хорошо есть обороты есть понимание рынка но никак не получается увеличить общий доход и увеличить цены на каждый товар на каждую картину сейчас я вам расскажу поэтапно как это сделать как это было у меня как я постепенно перешла от своих небольших цен к ценам более высоким в два-три раза примерно больше да если три года назад у меня максимальная дорогая работа стоила 400 долларов то сейчас у меня максимум цены 2000 долларов на картину у меня уже есть опыт получения метрового заказа за 2000 долларов и также у меня выросли цены и на все остальные форматы на самые маленькие форматы цены выросли в два раза на средние форматы на заказ цены выросли в некоторых случаях даже до трех раз и в принципе продажи продолжают идти общее ревеню в магазине у меня растет итак друзья во первых что вы должны понять это процесс поэтапный невозможно в один день превратить магазин с дешевыми ценами в магазин бутик так не бывает а если вы ходите в магазин магнит если вы туда вдруг придете да и увидите что цена на товар увеличилась в три раза вы оттуда уйдете ничего не купите то же самое произойдет с вашим магазином если вы внезапно магазине где средняя цена товара была до 50 долларов поставите среднюю цену 100 150 долларов то точно также вас продажи исчезнут тут дело даже не только в том что ваши постоянные покупатели обалдеют обалдеет и алгоритм etsy поэтому мы идем постепенно я вам сейчас расскажу по пунктам как это можно сделать как это получилось у меня во первых заложите на весь этот процесс ну порядка где-то трех месяцев минимум три месяца начинать нужно с чего выбирайте свои самые популярные проданные листинги то есть те листинги в которые было очень много доход заходов перед продажей желательно чтобы уже эти картины были доставлены и чтобы за них были оставлены хорошие отзывы пятизвездочные это важный момент берем эти листинги эти товары да то есть это совет не только для художников это совет для любых продавцов на etsy если у вас есть популярные были популярные товары которые были проданы уже отправлены доставлены и получили хороший отзыв а вот эти листинги это ваша самая ценная база в вашем магазине которая у вас есть распорядитесь с нею с умом эти листинги обязательно должны быть выставлены на продажу через ренью то есть это как бы просто листинг достается из sold out из проданных листингов из sold листингов и выставляется цена где-то в два минимум в два раза выше то есть если у вас картина была продана за 50 долларов вы достаете этот листинг и ставите на эту картину цену 100 долларов вот увеличивать ли при этом размеры до самого изделия картин да можно увеличить но не в 10 раз то есть если у вас картиночка продалась допустим 15 на 20 сантиметров за 50 долларов нету скорее всего это сантиметров наверно 20 на 30 за 50 долларов если это был магазин дешевых цен да вот 20 на 30 за 50 долларов вы продали вы ее достаете ставите размер можете чуть больше можете такой же оставить 20 на 30 но ставите цену уже 100 долларов вот это первый шаг который нужно сделать а с какой скоростью это нужно делать ну заложите на это примерно один месяц да то есть вот вы должны оценивать смотреть а статистику по своим этим листингом которые уже доставлены уже есть отзывы на них да и выставлять их по цене в два раза больше вот то есть вы можете выставлять одну две три работы в день из проданных в зависимости от того сколько у вас продана работа если у вас всего там 100 продаж в магазине то тогда ну где-то на два месяца распределите этот процесс да если у вас в магазине там всего там 20 продаж что понятно у вас как бы в принципе для вас еще вообще рано наверное этим заниматься то есть я бы рекомендовала это этим заняться тем у кого действительно но много продаж то есть есть ходовые ходовой товар да вы знаете что это но вы не знаете как поднять цену начинайте с листингов выставленных на заказ по цене в два раза выше вот в итоге к чему мы должны прийти до са какое соотношение заказных работ и готовых есть люди у к2 допустим в магазине всего там 300 листингов и у вас например из них из 300 листингов 250 заказных и 50 готовых вот это неправильно соотношение заказов и готовых работ должно быть не больше чем один к одному вот даже если у вас будет один к двум это уже будет сложнее сделать выход на более дорогие цены если у вас будет один к пяти если у вас допустим 250 готовых работ и 20 если у вас 250 заказных и 50 готов и 20 готовых то вам будет сложнее увеличивать цены то есть лучше если у вас есть готовые работы какое-то количество на заказ не все еще выставлены и именно она анализ важен анализ какие листинги выставлять на заказ не надо выставлять на заказ бесперспективные листинги и пытаться на них ставить цену там в 10 раз дороже нет нужно выставлять те листинги которые хорошо просматривались до того как они были проданы на них была ставлю был оставлен положительный пятизвездочный отзыв вот это ваша база с которой вы работаете остальное все вообще можете временно прикрыть то есть допустим магазине 70 готовых работ и в итоге у нас получается 70 заказных работ в два раза больше по цене вот вот что примерно должно получиться через два-три месяца у вас то есть держать балласт листингов на заказ тех которые плохо просматриваются не имеют положительных отзывов это бессмысленный процесс то есть да у вас периодически могут их заказывать но если вы хотите вырастить магазин до магазина высоких цен до уровня бучика то тогда без сожалений отказывайтесь от слабых непросматриваемых листингов на заказ этот балласт не нужен сейчас алгоритм на это все работает так что не стоит разращивать магазин до большого 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 количества непросматриваемых листингов на заказ вот это вот имейте ввиду ребят у кого уже много продаж и у кого магазин сильно разрушен за счет заказных работ что какие еще моменты надо учесть это не все когда вы продаете небольшие работы к вам периодически обращаются с просьбой перерисовать эту же картину в более крупном размере вот у меня например был случай когда мне попросили картину 10 на 10 сантиметров перерисовать в метровую я в ужасе шарахнулась от этого заказа а вот этого делать не надо то есть если вам такие вещи пишут соглашайтесь соглашайтесь на эти большие форматы обязательно надо это пробовать не упускайте такую возможность потому что это ваш шанс как раз вырастить среднюю цену магазина цену среднюю цену работы в магазине но если у вас допустим 10 на 10 сантиметров работа стоила 20 долларов не назначайте на цену в метровой картины цену 200 долларов нет метровая картина не может стоить 200 долларов в бутике бутике на метровую картину будет цена от 1000 долларов сразу же говорите но или если вам страшно называть эту цену цену наживайте цену все равно где-то от 800 долларов ближе к 1000 вот если человек у вас это попросил это не знаю перерисовать маленькую большой это не значит что он как бы пересчитал да как-то и думает если у вас 20 долларов то значит это будет 200 или 250 нет это совершенно ничего не значит это значит что человеку нужна большая картина большая картина должна стоить дорого вот и это будет хороший шаг если вам закажут большую картину дорого то это все для алгоритма будет сигнал что вас ваш магазин меняет свою как бы ориентацию с маленьких работ дешевых на большие сейчас именно похожая ситуация произошла когда я получила заказы 2000 долларов да как я его получила я просто назвала очень большую цену за очень большой формат до 31 на 46 дюймов это почти 80 на 120 вот такая работа я назвала первоначальную цену 2600 долларов я ее назвала потому что в принципе я не хотела браться за большую работу это мне не нравится мне физически это тяжело и мне это как художнику тоже сложно 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 я недовольна результатом как правило больших работ гораздо больше недовольна чем маленьких почему потому что композиция не идеально да то есть для того чтобы отработать композицию на больших форматах нужно рисовать там много много работ на больших форматах у меня такого опыта нету вот это некомфортно для меня но я не стала отказываться в принципе я поставила вот эту цену 2600 долларов покупатель исчез я думаю ну и хорошо но он вернулся через две недели и договорился со мною что как бы расход краски будет меньше то есть это не будет им паста но за счет этого я снижу цену потому что человеку очень хотелось эту картину вот поэтому если вам предлагают по моему по миниатюре написать большой формат сразу ставьте хорошую большую цену вот 1000 долларов это ваш ориентир вот этот шаг увидит обязательно алгоритм и для вас это будет просто хороший такой рубеж и собственные психологические вот так же что очень важно в переходе с маленьких цен и маленьких форматов на большие форматы из-за дорогие цены не ставьте в заказных работах выбор размера больше там двух вариантов а лучше вообще принципе ставьте один вариант только если вы хотите переходить на дорогие цены пишите в заказных работах сразу большие форматы например там 80 на 100 сантиметров до 80 на 120 ну в зависимости какие у вас пропорции чтобы в среднем получалось ну меньшая сторона чуть меньше метра больше чуть больше метра да то есть вот так вот ваш ориентир чтобы было где-то ваша картина где-то один квадратный метр вот и на эти работы ставьте заказные цены ну вот в районе 1000 долларов можете чуть меньше если вам так психологически легче или больше если вам в принципе не сложно психологически ставить такие цены там 1200 долларов 1500 долларов вот сколько должно быть соотношение больших вот этих вот до заказных работ и допустим не больших не начинайте сразу с перехода на все большие заказы да то есть вот пусть будет это поэтапность там в первую неделю ставьте там чтобы у вас 10 процентов было работ большого формата там следующую неделю еще по чуть-чуть добавляйте и где-то через три месяца чтобы у вас допустим среди заказных работ было 50 процентов больших форматов больших форматов вот где-то в районе метра в принципе можете ставить размеры и не метровые потому что не каждому хочется дорисовать метровые можете ставить размеры ну где-то от 60 на 80 лучше даже такой хороший размер 60 на 90 которые понимают да американцы там например люди за границей 60 на 90 то есть это где-то 24 на 36 дюймов вот и ванную ткань и дальше что нам делать с готовыми работами когда мы пишем готовые работы какие цены нам ставить если у нас какие-то уже пошли дорогие заказы на готовые работы продолжайте ставить недорогие цены вот это важный момент этот момент его нужно соблюдать на протяжении достаточно долгого количества времени То есть если вы сразу станете ставить на готовые работы небольшие, то есть продолжаете писать небольшие работы готовые и ставить на них недорогие цены, потому что если вы, допустим, резко увеличите форматы, вы, во-первых, реже будете обновлять магазин, реже загружать новые листинги, а во-вторых, алгоритм воспримет это как сбой. То есть его нужно продолжать кормить маленькими дешевыми картинками, готовыми, но выращивать вот эту вот перспективу свою и приучать алгоритм через дорогие заказы. Так получается легче, проще и быстрее. Если вы внезапно с маленьких форматов, там, не знаю, 15 на 20, 20 на 30, перейдете и будете загружать готовые 40 на 50, допустим, сантиметров картину, и вы, во-первых, это будете там делать, ну, не чаще, чем раз в два дня, да, потому что, ну, невозможно каждый день писать картину 40 на 50. То есть вот это уже будет сбой алгоритма. И второе, что если вы будете готовы добавлять вот эти обновления магазинов сразу с дорогими ценами, все, алгоритм произойдет сбой и все. И, в принципе, у вас все остановится, даже если у вас хорошо были налажены продажи. Поэтому очень важен вот этот период, пока у вас по заказам пойдет движуха и появятся первые дорогие продажи именно из заказных работ, вот этот период продолжать писать маленькое и дешевое. И выставлять это по тем ценам, которые у вас были. Ну, там, не у всех они были очень дешевые, у кого-то они были не очень маленькие, но именно по тем ценам, по которым вы развили магазин. Если вы развивали магазин один год, да, до этого, и у вас уже есть регулярные продажи, там, допустим, 100 проданных работ, ну, или там 50-70 проданных работ, вот эти размеры и эти цены и, конечно же, эти же темы продолжайте писать регулярно, желательно, каждый день. Вот. И сколько может времени занять, да, это? Это может у всех по-разному, конечно, занять. Ну, а не, чтобы у вас не было ложных надежд, да, и неоправданных ожиданий, в которых вы можете разочароваться, заложите себе на общий вот этот переход где-то полгода. Это может произойти быстрее, но именно чтобы не было вот этого вот настроения, когда опускаются руки, лучше психологически себя настроить, что, да, через полгода ваши цены в целом магазине вырастут, там, в два раза, вы увеличите свой доход, но это не произойдет за один день. То есть это полгода постепенной стратегии приучения алгоритма к другим ценам, к другим размерам и нарабатывание базы покупателей другого уровня достатка. Вот. Вот, ребята, вся стратегия. Стратегия, она непростая, но и задача непростая, да. Не каждый день людям удается увеличить свой доход в два или в три раза. Не каждый день. И не всем людям. Вот. Но если вы подойдете к этому планомерно, стратегически, и, главное, поймете принципы, да, чего делать не надо, а что делать надо, то это обязательно вам даст гарантированное увеличение ваших доходов. Приходите к нам в клуб продающих художников, где мы помогаем развивать магазины на Etsy, на Daily Paintworks и на eBay. Вот. Жду всех, кто хочет научиться продавать свои картины за границу. Приходите те, кто занимается не картинами, приходите те, кто занимается рукоделием. Потому что все то же самое можно проделывать в любой нише. В любой нише, где вы что-то создаете своими руками. Вы можете эти принципы применить, и они будут работать. Все. Я с вами прощаюсь. Всем успешных продаж, классного творчества и удовлетворения своим доходам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Игорь Негода Дима Торзок Игорь Негода Продолжение следует...